Тунгусский феномен В этом году исполняется 100 лет со дня падения метеорита в районе подкаменной Тунгуски Все эти годы ученые бьются над разгадкой тайны этого феномена Чем же на самом деле был вызван мощный взрыв в тайге в 1908 году? Что это было? Метеорит? Комета? А может НЛО? Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете большое число гипотез на тему Тунгусского феномена В обозримой истории человечества по масштабам наблюдаемых явлений Трудно найти более грандиозные и загадочные события, чем падение Тунгусского метеорита До сих пор рассказы о нем вызывают споры в любой аудитории Ученые многих стран мира бьются над разгадкой этой тайны Периодически оповещая мир очередной сенсацией о раскрытии загадки Тунгусского метеорита Утром 30 июня, по старому календарю 17 июня, в 1908 году Над Сибирью появился огненный объект с длинным огненным хвостом И в 7 часов 14 минут в бассейне реки Подкаменная Тунгуска раздался взрыв Написаны сотни научных трудов, сняты фильмы Ежегодные экспедиции отважно отправляются в тайгу В надежде хоть немного продвинуть проблему и понять, что же все-таки это было Космический корабль, осколок холодной кометы или обычный метеорит Совсем недавно итальянские ученые сделали заявление, что загадка, которая тревожила умы ученых, астрономов, астрофизиков, да и простой народ Тунгусский метеорит раскрыта Итальянские ученые утверждают, что это внеземное тело является астероидом Больше того, они сумели доказать и научно обосновать, что это за небесное тело, из чего состоит и каким образом оно попало к нам на Землю При падении Тунгусского метеорита тайга была уничтожена на протяжении более 2000 квадратных километров В эпицентре взрыва деревья были сожжены, а в отдалении были повалены ударной волной Проанализировав все данные, которые были собраны учеными на протяжении практически вековой истории изучения Тунгусского метеорита Итальянцы сделали вывод, что это было внеземное тело, не цельное, а состоявшее как бы из небольших кусочков Обладающее очень малой плотностью, плотность его равнялась приблизительно плотности воды А вследствие этого, при прохождении земной атмосферы, Тунгусский метеорит непременно бы либо испарился, либо взорвался Что скорее всего и случилось Поэтому многочисленные экспедиции и ученые, которые исследовали этот феномен, не смогли обнаружить ни кратер, ни воронку Оставшуюся после вот этого взрыва, случившегося в 1908 году На 800 километров распространилась акустическая волна В сотнях километров в людских жилищах вылетали стекла и ломались оконные рамы Ударная волна обогнула земной шар дважды Также, учитывая массу тела и его скорость, итальянские ученые смогли высчитать количество траекторий, по которым этот внеземной предмет мог двигаться к Земле Количество этих траекторий равняется 886 Но, к сожалению, а может быть и к счастью, мы не сможем утверждать абсолютно то, что итальянские астрономы правы на все 100% Правота их где-то процентов на 80 И подтверждение гипотезы именно такое И поэтому 20% остается еще на разные интересные оригинальные гипотезы, догадки, какие-то идеи, которые появлялись и продолжают появляться И там на разных научных форумах и просто в беседах умных людей, астрологов и астрономов Отзвуки вызванного взрывом землетрясения были зафиксированы сейсмологами в некоторых городах России, а также в городах Европы Ударная волна была зафиксирована практически по всем городам нашей планеты Возникли колебания магнитного поля Земли, а на протяжении от самой Сибири до Европы наблюдались удивительные белые ночи Солнечная активность летом 1908 года была достаточно высокой После максимума, который пришелся на 1906 год, активность медленно убывала, хотя наблюдались ее отдельные всплески Подтверждением служит мощное полярное сияние, наблюдавшееся на значительной территории северного полушария, от Аляски до Петербурга Внимание ученых Берлина и Гамбурга привлекли серебряные облака, образующиеся в результате скопления мелких частичек льда Ввиду извержения вулкана Но летом 1908 года никаких извержений было не зафиксировано В 1908 году французский астроном Феликс Деруа высказал предположение, что Земля 30 июня столкнулась с облаком космической пыли Это же предположение подтвердил и русский ученый Вернадский В 1932 году сказав, что космическая пыль при прохождении земной атмосферы образовала так называемые серебристые облака То, что мы и наблюдали, то, что наблюдали земные жители в 1908 году, когда случилась вся эта метаморфоза Позже, в 1961 году, томский биофизик некто Плеханов более развернул эту гипотезу, высказав предположение То, что в 1908 году Земля столкнулась с облаком космической пыли А наиболее больший сгусток этой пыли мы сейчас и именуем Тунгусским метеоритом Еще один факт, на который обратили через две недели после взрыва 30 июня 1908 года На научной станции в Калифорнии отметили резкое помутнение атмосферы, а также резкое снижение солнечной радиации В науке известно, наверное, не менее сотни гипотез, объясняющих феномен 1908 года Когда небо над Сибирской тайгой, в районе реки Подкаменная Тунгуска, разрезал огненный след И затем последовал мощнейший взрыв, освободивший несколько килотонн энергии Однако тунгусский пришелец оставил после себя больше загадок, чем научного материала Очевидцы, находившиеся в 200-300 километрах от эпицентра взрыва Отметили странную гробовую тишину, произошедшую сразу после взрыва Не было слышно ни щебета птиц, ни шелеста листвы, ни других каких-либо звуков тайги Кроме того, ясное утро вдруг потускнело А листья и трава приобрели желтую окраску Затем оранжевую, потом красную, бордовую Затем все почернело Через пять минут после взрыва Тунгусского метеорита Было отмечено магнитное возмущение, длившееся около пяти часов Слишком мало для магнитной бури И достигало по амплитуде почти 20 гамм Оно было зарегистрировано в обсерватории ЗУМ Недалеко от Иркутской обсерватории Расположенной в 970 километрах от места взрыва В направлении подкаменной Тунгуски наблюдалась как бы сплошная серебряная стена А все эти вот явления продолжались на протяжении 8 часов В следующей части нашей программы Вы услышите еще некоторые подробности последствий взрыва на подкаменной Тунгуски Оставайтесь на территории призраков И вы услышите разнообразные теории ученых в отношении Тунгусского метеорита Как мы знаем с вами, в этом году исполняется 100 лет со дня Тунгусской катастрофы К сожалению, ни одна из выдвинутых гипотез не нашла научного обоснования В настоящее время мы можем сказать о неоспоримых фактах, имеющих прямое отношение к Тунгусской катастрофе В числе этих фактов, прежде всего, прохождение космического тела в атмосфере Земли 30 июня 1908 года Это дата события Дальше произошел повал леса в результате воздушной волны Ожог деревьев в эпицентре Что еще наблюдалось? Наблюдалось магнитное возмущение в ионосфере Атмосферные оптические явления в западной части континента евроазиатского Значит, что мы можем сказать по данному событию? В настоящее время, подводя итог всем версиям Существует книга некоего Привалова, которая вышла в 1969 году Она была опубликована в журнале «Природа», рассматривающая все гипотезы, имеющие отношение к Тунгусской проблеме Привалов выдвинул 77 гипотез Он классифицировал их по направлениям Прежде всего, значит, выдвинул такие направления Техногенные, метеоритные, кометные, синтетические, геофизические Вот основные направления, по которым рассматривалась данная проблема Впечатления сибиряков стали известны много лет спустя Ученые выдвинули такую теорию Что трагедия на подкаменной Тунгуске Произошла ввиду падения огромного метеорита И лишь только в 1921 году Академик Вернадский Решил организовать экспедицию В Сибирь на подкаменную Тунгуску Среди выдвинутых гипотез о Тунгуском метеорите Наиболее достоверной считается гипотеза английского метеоролога Уиппла Выдвинутая в 1934 году Также эту версию подтвердил в Советском Союзе Остапович В 1930 году американский астроном Шепли В книге «От атома до млечных путей» Выдвинул версию о столкновении земли с кометой Понцевинекке Эту же версию подтвердил в свое время в 1926 году Наш русский исследователь Кулик Который позднее от этой версии отказался Лишь в 1921 году академик Вернадский Основоположник современных наук о Земле Поручил академику Кулику Организовать экспедицию в Сибирь Осенью 1921 года экспедиция прибыла на место катастрофы Но ученым лишь удалось установить Что метеорит был огромных размеров До эпицентра они не добрались Спустя 6 лет исследования продолжились Повторная экспедиция с помощью одного из местных жителей Вышла на гору Шахрама Перед их глазами пристал ужасающий вид Поваленные обожженные деревья И спустя только полтора месяца Они добрались до эпицентра взрыва Исходя из предпосылок Фисенкова Газодинамик Станюкович и аспиран Шалимов разработали теорию о ледяном ядре Что представляет собой данная теория Станюкович и Шалимов предположили Что в атмосферу в виде Тунгусского метеорита Вошло ледяное ядро, которое претерпело дробление и испарилось Что объясняет отсутствие кратера в Тунгусской тайге По сообщению директора Иркутской метеорологической обсерватории Вознесенского Сейсмометры зарегистрировали землетрясение номер 1536 То есть начало взрыва в 0 часов 17 минут 11 секунд Приход воздушной волны запоздал на 49 секунд Что было вызвано воздушным взрывом В 1960 году расчеты показали Что эффект запаздывания составил 2,5 минуты А скорость распространения составила 319 метров в секунду С позиции кометной гипотезы Фисенков объяснил и свечение в небе Оно могло быть вызвано распылением кометного хвоста Но механизм взрыва так и не был объяснен На месте падения метеорита Ученые обнаружили небольшое озеро А вокруг этого озера Множество круглых углублений Также заполненных водой Вокруг этих углублений Стояли Обугленные деревья Некоторые были из них Как будто пораженные молниями Исходя из всего этого Кулик предположил Что метеорит разорвался на мелкие части И долетев до Земли Кандидат физико-математических наук Юрий Андреевич Ольховатов Считает, что метеорит вовсе не был метеоритом Он полагает, что в данном случае Имели место процессы, происходящие в недрах Земли Весной 1930 года Одним случайным охотником Неподалеку был найден Странный камень Который имел такую пористую структуру И был как бы покрыт Серо-желтой глазурью Кулик сначала предположил Что Метеорит все-таки каменный Но проведя некоторые исследования Он выяснил, что Метеорит состоит из никеля Однако все усилия Кулика остались безрезультатными После трудоемких работ по осушению Южного болота Выяснилось, что на дне лежат шишки, ветки А также был найден неповрежденный пень С корнями, уходящими глубоко в землю Таким образом, Ольховата выдвинула гипотезу Активизации тектонических процессов Как мы знаем, перед землетрясениями Возможны были явления Которые сопровождали Тунгусскую катастрофу Значит, также при данных Событиях При данных землетрясениях могли быть Светящиеся шары Могли быть световые эффекты Все то, что сопровождало Тунгусскую катастрофу В день катастрофы Фаза Луны Третий день после Новолуния 15 июня старого стиля Юпитер и Марс в созвездии Рака Сатурн в созвездии Кита Венера в созвездии Близнецов Уран в созвездии Стрельца На момент Тунгусского взрыва Азимут Солнца в Вановаре составил 90 градусов Высота 27 градусов По мнению Ольховатова К концу июня 1908 года В данном регионе Сложилась напряженная Геофизическая ситуация И стала возможной Активизация тектонических процессов В недрах земли Эта, значит, данная активизация Пришлась на участок Байкальского рифта И прилегающий участок Сибирской платформы Тектонической сибирской платформы Таким образом Теория Рассматривалась Именно уже в данном свете В свете Тектонических процессов Однако все поиски Закончились Ничем Не нашли ни единого обломка Ни каменного Ни металлического Война Приостановила Раскопки Существует Также предположение Красноярца Дмитрия Тимофеева Он считает Что причиной взрыва Стал обыкновенный Природный газ По его версии Достаточно было бы Для подобного взрыва Полтора Два с половиной миллиарда Кумометров газа И тогда Мы бы наблюдали Данное явление В послевоенные годы Исследования продолжились Экспедиция Кулика Обнаружила Большое количество Мелких шариков Спекшегося вещества Такими шариками Были усеяны Разваленные Хиросимы и Нагасаки Казалось бы Все предельно ясно Но кто мог предположить Создание ядерного оружия В начале 20 века Далее на территории призраков Специалист по НЛО Расскажет вам О метеоритах Угрожающих Земле Оставайтесь на территории призраков И вы узнаете Когда по мнению астрологов Произойдет следующее Падение метеорита По исследованиям Большинства астрономов Космическое тело Равное Тунгусскому метеориту Может упасть на Землю Не более чем Один раз в 20 тысяч лет Однако Все равно Некоторые опасности существуют То есть например Исследования почвы Исследования земного ландшафта Говорят о том Что на Земле Достаточно много Кратеров ударного происхождения А это значит Что Земля Достаточно часто Подвергалась Ударам из космоса Которые Опустошали Целые участки планеты Которые приводили к гибели Огромного количества Биологических видов Один из Самых крупных Из зафиксированных Ударов Это Достаточно известный факт 65 миллионов лет назад Удар Пришелся В район Карибского моря Тогда Астероид Радиусом Примерно 10-15 километров Образовал Кратер В 140 километров И Насколько Известно Науке В частности Биологам Он привел К исчезновению Более половины Биологических видов В частности Динозавров Однако Расслабляться Все-таки Не стоит То есть Если вспоминать Какие-то из Более современных Дат Поближе К нашему времени Чем 65 миллионов Лет назад Это 1996 год Тогда Метеорит Радиусом Практически В полкилометра Пронес Всего лишь В 200 тысячах Километров Поблизости От Земли Для нас Это очень большая Цифра Но в космических Масштабах Это очень близко И что Самое неприятное Зафиксировано Было всего лишь За 4 дня До того Как пронесся Около Земли За 4 дня Сделать Практически Ничего невозможно На фоне Человеческой жизни Понятие Космическая Катастрофа Звучит как-то Отвлеченно Нереально Но достаточно Взглянуть На фотографии Луны Меркурия Марса Спутников Юпитера И Сатурна На их Изуродованный Метеоритными Бомбардировками Лик Так станет Ясно Что космические Катастрофы В Солнечной Системе Случаются Гораздо чаще Чем мы Предполагаем Согласно Космическим Исследованиям Поблизости От Земли Пролегает Пролегает Орбиты От 500 До 1000 Астероидов Имеются ввиду Только те астероиды Которые достигают Диально Триболи И километра И соответственно Опасны Не только Для Земли Но и Для всей Жизни На Земле То бишь Столкновение С таким Метеоритом Может привести К глобальной Катастрофе Но Неприятно То что Такие Метеориты Точнее Даже Не столько Метеориты А кометы Которые Обладают Большей Скоростью И Большим Диаметром Их можно Заметить Только тогда Когда они Засвечиваются В районе Юпитера В зоне Тунгусской Катастрофы Наблюдались Также И другие Явления Неправдоподобная Тишина Изменение Цвета Всех Растений И предметов Это могло Быть вызвано Лишь одним Появлением НЛО Как утверждают Другие Очевидцы Однако При достаточно Скором Обнаружении Астероида Или кометы Можно избежать Опасности Которая Грозит При столкновении С Землей То бишь Можно уничтожить Космическое тело Достаточно Простыми Средствами Либо Торпедированием Можно изменить Траекторию Полета Космического Тела Либо Подсоединением К космическому Телу Ядерного Снаряда То бишь Можно ее Взорвать Если это Конечно Небольшое Космическое Тело На основании Описаний Очевидцев Была Выдвинута Следующая Теория Что На месте Трагедии Погиб Космический Межпланетный Корабль Ну кстати Последние Наблюдения За космическими Телами Делают Их уничтожение Еще более Возможным По последним Исследованиям Большинство Космических Тел Не монолитны Их структура Можно сказать Пористая То бишь Они состоят Из таких Пород Которые При столкновении С землей Если она вдруг Произойдет Она просто Разрушится И соответственно Земля Страдает Намного меньше При падении Тунгусского Метеорита Тайга Была уничтожена На площади Около 2000 квадратных Километров Погибло Много Животных Буквально Весь Континент Евразия Содрогнулся А ударная Волна Обогнула Земной Шар Дважды Новомодные Барометры На метеостанциях Кембриджа И Петерсфилде Отметили Скачок Атмосферного Давления Внимание Ученых Берлина И Гамбурга Привлекли Серебристые Облака Обычно Образующиеся В результате Скоплений В десятках Километров Над поверхностью Земли Мелких Частичек Льда Заброшенных Туда Извержением Вулкана Но ничего Подобного Летом 1908 Года Не происходило К исследованию Космических Тел Также подключаются Искусственные Спутники Как раз таки Они делают Возможным Изучение Породы Астероидов И метеоритов Например Метеорит С таким Романтическим Названием Эрос Экспедиция А главной Неожиданностью Полета Ни величину Ни форму Его Усмотреть Не могли Но зато Многие В разных Селениях Отлично Видели В том Месте Где Было Замечено Облако Все 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 Вопросы Но На самом Деле Их Становится Все Больше А Сибирская Тайга По-прежнему Ждет Исследователей В 2000 Ежегодно Придется Тратить На Восстановление Нашей планеты Более 120 Миллионов Долларов И с учетом этого Они Предложили Правительству Лучше Сейчас Тратить Ежегодно Примерно 3% Этой суммы На Изучение Космических Тел На предотвращение Опасности Исходящей Из космоса Чем Потом Ежегодно Вкладывать Эти 152 Миллиона Долларов Которые Правительство Врядно Будет Тратить Ну В общем Правительство Эти условия Принимает Далее На территории Призраков Гипотеза Ученых Которые Были Выдвинуты В разное Время При попытке Объяснить Человечеству Феномен Тунгусского Метеорита Оставайтесь На территории Призраков И вы узнаете Чем мог быть Вызван По предположению Ученых Страшный взрыв На подкаменной Тунгусске 100 лет назад Тунгусский Метеорит Что это? Космический Корабль Инопланетян Комета Астероид Гигантская Шаровая Молния Метеорит Из Антивещества Машина Времени С помощью Которой В район Нашей планеты Земля Попали Инопланетяне Далекой Цивилизации Всех Гипотез И версий Возникших В процессе Поиска Легендарного Тунгусского Метеорита Не перечесть Чуть 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 Раньше Русский Инженер Казанцев Написал Рассказ Который Он назвал Взрыв И этот Рассказ Был опубликован В журнале Вокруг Света В 1946 Году Рассказ Назывался Взрыв Потому Потому Что Казанцев Высказал Предположение То Что Этот Взрыв Был Атомным Взрывом Который Был Спровоцирован Аварией Неопознанного Летающего Объекта Над землей За прошедшие Почти сто лет С момента Его падения Не было найдено Ни одной Микрочастицы Наземного Вещества Ученый мир С замиранием Сердца Следил за Ходом Экспедиции Первого Исследователя Феномена Леонида Кулика Главным Козырем В руках Того Был Вывол Леса На площади Более Двух Тысяч Квадратных Километров Отсутствие Явных Следов Падения Болида Кратеров Или фрагментов Вещества Дало Пищу Для фантазии Участники Многочисленных Последующих Экспедиций Стали Фиксировать В предполагаемом Районе Падения Бурный Рост Растений И мутации Животных Впоследствии Теория Казанцева Была подтверждена Уральским Биофизиком Золотовым Который Предположил И я думаю Не безосновательно То что подобный взрыв Мог произойти Только Внутри Объекта Что в общем-то Подтверждает Отсутствие Каких-либо Частей От взрываемого Объекта То что мы Не смогли найти И Геомагнитная Обстановка Которая Соответствует Именно Ядерному Взрыву Согласно Одной Из Гипотез Тунгусский Метеорит Состоял Из Антивещества По этой Версии Произошло Взаимодействие Вещества Земли С Антивеществом Метеорита И в результате Произошел Колоссальный Ядерный Взрыв Однако Никаких Следов Радиации В данном Регионе Не наблюдалось Поэтому Эта версия Не нашла Также Своего Полного Научного Обоснования Золотов На основе Собственных Предположений О Такой Магнитограмме Этого Взрыва Который Соответствует Именно Ядерному Взрыву Высказал Предположение Что скорее Всего Это все Таки Взрыв Космического Корабля Неизвестной Нам Цивилизации Который Пытался Пройти Вот Земную Атмосферу Прошло Время Но Ответ На Самый Главный Вопрос Куда Именно Грохнулся Космический Странник Так И не Был Найден Известный Советский Уфолог Зигель В 1959 Году Высказал Предположение Что Тунгусский Взрыв Был Сродни Взрыву Планеты Фаэтон Которая Некогда Располагалась Между Планетами Марс И Юпитер Этот Взрыв Был Спровоцирован По Утверждению Изигеля Взрывом Неопознанного Летающего Объекта Что По его Заверениям Доказывается Повышенным Уровнем Радиации В эпицентре Взрыва Что На самом Деле Пока Не Подтвердилось Была Представлена Также Гипотеза О том Что Тунгусский Метеорит Представлял Собой Микроскопическую Черную Дыру Которая Войдя В землю В районе Тунгусской Тайги Прошла Ее Насквозь И вышла В Атлантическом Океане В 1961 Году В сборнике Фантастика Была опубликована Статья Путешествие В эпицентр Полемики Где Высказывалось Такое Довольно Фантастическое Предположение Что Взрыв В Тунгусской Тайге Был спровоцирован Лазерным лучом Направленным На землю Некой Нам Непонятной Цивилизацией Которая Существовала На 61 Звезде Расположенной В созвездии Лебедя В 1965 Году Популярные Советские Фантасты Братья Стругацкие В своей книге Понедельник Начинается В субботу Высказали Шуточную Теорию То что События 1908 Года Объясняются Обратным Ходом Времени Как бы Не Прилетом Этого Метеорита На землю А стартом С нее И то что Этот метеорит Являлся по сути Неким Космическим Аппаратом При зловещей Тишине В воздухе Чувствовалось Что в природе Происходит Какое-то Необычное Явление На расположенном Против села Острове Лошади И коровы Начали кричать И бегать Из края В край Получилось Впечатление Что вот-вот Земля Развернется И все Провалится В бездну Раздавались Откуда-то Страшные Удары Сотрясая Воздух И невидимость Источника Внушала Суеверный Страх В 1969 Году Советский Астроном Зоткин Высказал Предположение А позже С ним Согласились И чехословатские Его коллеги Чехословатские Астрономы То что В 1908 Году В 1908 Взрыв Был Вызван Спровоцирован Столкновением Земли С осколком Кометы Энки Большинство Очевидцев Решило Что удары Были вызваны Артиллерийской Стрельбой Открытой Японцами Крестьяне Находившиеся В поле На работе Даже Предположили Что японцами Захвачено Село Кежма В 1980 Году На острове Святой Елены Произошел Вулканический Выброс Перегретого Пара Смешанного С вулканической Пылью И газами Что в свою Очередь Натолкнуло Русских Ученых На Еще одну Гипотезу На этот раз Геологическую То что Взрыв Произошедший В Тунгусской Тайге Является Ничем иным Как Выбросом Подземных Вулканических Трубок Наш современник Красноярский Инженер Геннадий Иванов Высказал Предположение То есть Не предположение А гипотезу Относительно Невероятного Роста Деревьев Вот На том месте Где считается Что упал Тунгусский Метеорит Он предположил То что Небывалый Рост Деревьев Вызван Тем То что В 1908 Году Некая Комета Прорвала Озоновый Слой Земли И вот Этот Солнечный Ветер И Спровоцировал Вырабатывание В Земле Огромного Количества Удобрений То есть Это Аммиак Азот И тому Подобные Вещи Вследствие Чего Там Стали С невероятной Скоростью И Довольно Мощно Расти Какие-то Деревья Трава И все Остальное Многие Астрономы Предполагают Что Гипотетический Тунгусский Метеороид Являлся Ядром Или Осколком Ядра Кометы С массой Порядка Пяти Миллионов Тонн Кометное Вещество Представляет Собой Очень Неплотную Структуру Состоящую Преимущественно Изо льда И практически Полностью Рассыпалась И сгорела При входе В атмосферу Научный Сотрудник Из Москвы Некто Мухарев Предположил То что На месте Тунгусского Взрыва На самом деле Взрывалась Просто Гигантская Шаровая Молния Которая Образовалась Вследствие Невероятной Энергетической Накачки Обычной Молнии Или каких-то Земных Электромагнитных Колебаний Ряд других Астрономов Указывает Что комета Должна была бы Разрушиться Высоко В атмосфере Поэтому В качестве Тунгусского Метеороида Мог выступать Только каменный Астероид По их мнению Его вещество Распылилось В воздухе И было Унесено Ветром В 1984 Году Советские Ученые Химик Дмитриев И Физик Муханов Высказали Предположение То что Взрыв В Тунгусской Тайге Был спровоцирован Подлетом Некого Солнечного Плазмоида Который При подлете К Земле И распался На собственные Составляющие Которые Образовали Несколько тысяч Вот этих Шаровых Молний Объем Каждый Составлял Около 25 Кубических Километров В заключительной части нашей программы Мы расскажем вам о данных Которые указывают нам на ближайшую угрозу из космоса Оставайтесь на территории призраков И вы узнаете Каким образом Земле можно избежать столкновения с метеоритом Метеориты Лунное вещество Космическая пыль Ударные процессы Те области Где ведут исследования Ученые многих стран Метеорит Кусок внеземного вещества Упавший на поверхность Земли Дословно Камень с неба Метеориты Это старейший Из известных минералов 4,5 миллиарда лет Поэтому в них должны сохраниться следы процессов Сопровождавших формирование планет Пока на Землю не были доставлены образцы лунного грунта Метеориты оставались единственными образцами внеземного вещества Геологи, химики, физики и металлурги Собирают и изучают метеориты уже более 200 лет По данным исследований астрологов Ближайшая опасность исходит от астероида Апофис 13 апреля 2029 года Он пройдет на достаточно близком расстоянии от Земли 25 тысяч километров Однако Момент прохождения Около Земли в 2029 году Он ничего не разрушит Но вот в 2036 году Он вернется в земной орбите И пройдет опять на достаточно близком расстоянии Причем место его прохождения Оно совпадает с нахождением Наших искусственных спутников Которые используются для связи В том числе мобильный Телевизионный И так далее И соответственно Астероид Апофис Может сбить один из наших искусственных спутников Ну Пока что это максимальная опасность Грозящая нам из космоса Хотя первые сообщения о падении метеоритов появились давно Ученые относились к ним весьма скептически Разнообразные факты заставили их в конце концов поверить в существование метеоритов В начале 19 века Несколько известных европейских химиков сообщили Что химический состав метеорных камней Из разных мест падения схож Но отличается от состава земных пород Наконец, когда в 1803 году В Уэгли, Франция Разразился ужасный каменный дождь Усыпавший землю осколками И засвидетельствованный множеством Возбужденных очевидцев Французская академия наук Вынуждена была согласиться Что это действительно были камни с неба Теперь считается, что метеориты Это фрагменты астероидов и комет При помощи инфракрасного телескопа Ученые уже успели исследовать Из чего состоит метеорит Апофис И выяснили, что Да, выяснили при сравнении с образцами Которые уже имеются в наших лабораториях Что метеорит Относится к так называемым метеоритам Хандритам То есть это метеорит Достаточно низким содержанием железа С наличием зернистой породы В общем, при столкновении с землей Возможно примерно следующее последствие Если он упадет в океан То он вызовет достаточно сильный цунами Если он упадет на твердую поверхность То может пострадать территория Больше, чем территория Франции То есть достаточно серьезные последствия Метеориты делят на упавшие и найденные Если человек видел, как метеорит падал Сквозь атмосферу И затем действительно обнаружил его на Земле То такой метеорит называют упавшим Если же он был найден случайно И опознан, что типично для железных метеоритов То его называют найденным Метеоритам дают имена По названиям мест, где их нашли Одна из реальных возможностей Спастись от астероида Апофис Помимо лучевой атаки Придумана благодаря, кстати, нашему русскому ученому Ивану Жарковскому Который анализировал это еще в конце 19 века Есть возможность при помощи зеркал Расположенных на искусственном спутнике Сосредоточить солнечную энергию так Чтобы она разогрела метеорит И это изменит его траекторию И, возможно, столкновение с Землей не произойдет КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...